она родилась в городе одна из улиц которого была названа именем ее деда известного писателя когда она была девочкой она видела свою маму прикованную наручниками к батареи в больнице а у него онкология последней стадии до суда мама не дожила потом коллеги силовиков которые фальсифицировали дело против ее матери преследовали ее маленьких детей она вышла замуж за парня который стал известным предпринимателем а сама она изучала бизнес в хайдарабаде это в индии сколько людей обалдеть можете божечки мои девочки все что ты представляешь подниматься на демонстрации мамочки мои спокойно следите спокойно все хорошо подожди глубокий вздох глубокий выдох можешь тоже прочитать что в артистах написал не сказала что нету здоровья они не подумали о том что за каждым достойным мужчиной стоит такая же достойная женщина она стала одной из трех женщин символом белорусского протеста этого лета здравствуйте вероника добрый день где вы сейчас живете мы пока время находимся сейчас варшаве в польше но это не окончательно еще странам возможно нам придется переехать в скором будущем в другое место но пока что мы кочуем с одной стороны в другое к сожалению в беларуси мы оставили абсолютно все в беларуси мы оставили семью в беларуси мы оставили друзей в беларуси мы оставили жизнь налаженную жизнь в беларуси мы оставили дом в котором мы жили школу в котором учились мои дети в беларуси мы оставили прежде всего сердце Мы не можем вернуться сейчас в Беларусь, потому что открыто уголовное дело на моего супруга. И в случае, если мы вернемся в Беларусь, то есть он, естественно, будет арестован в рамках уголовного дела. Шансы ареста у меня крайне высокие, потому что с помощью меня можно оказывать давление на моего супруга, заставить его замолчать, не выступать на международной арене, не встречаться с представителями, с руководителями стран, парламентов, европейских стран. Именно поэтому мы не можем вернуться сейчас в Беларусь, потому что вы знаете, что происходит с оппонентами действующего режима. Все оппоненты действующего режима, они находятся либо в тюрьме с открытыми, с фабрикованными уголовными делами, либо их вытесняют за пределами страны, и люди просто вынуждены уезжать. У некоторых, если вы знаете, что у нас происходит, у некоторых просто выталкивали на нейтральную территорию другой страны, у некоторых просто забирают белорусский паспорт и лишают гражданства. Вот о другой стране. Мы запомнили вас в конце лета, когда вы стояли у посольства Беларуси в Москве и говорили очень важные и трогательные слова. Спасибо вам, что вы живете не в Беларуси, вы приходите и борете за Беларусь. Я вернусь, если там будет хорошо. Я хочу вернуться, но просто все, что сейчас происходит, я надеюсь, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Я тоже хочу, чтобы моя семья вернулась. У меня тоже семья должна была уехать, поэтому мы все хотим новой Беларуси. Но почему Москва, почему Россия, почему вы с мужем, сначала муж, а потом вы уехали именно в Россию, помимо того, что открыта граница, вас же могла принять любая страна? Это было связано с тем, что просто нет между Беларусью и Россией границы. В случае пересечения белорусской границы, прежде всего, в любую другую страну, то есть либо в Латвию, в Литву, в Украину, он просто был бы задержан. Именно поэтому было принято решение поехать в Российскую Федерацию. И именно поэтому, спустя несколько недель, я поехала голосовать в Российскую Федерацию, чтобы прежде всего увидеть своих детей, чтобы проголосовать в посольстве Беларуси вместе с своими детьми, потому что я считаю, что для нашей страны это исторический момент, это переломный момент. И я хочу, чтобы мои дети запомнили этот важный момент для нашей страны. Чтобы дети запомнили важный момент в истории этой страны и вашей страны. Сколько вашим детям лет и вообще как они воспринимают все, что происходит с их мамой и с их папой? Нашим детям 7 лет. Они достаточно еще малы для того, чтобы понимать, что происходит. Единственное, чему они удивляют, это почему так много людей с нами здороваются на улице, почему так много людей с нами хотят сфотографироваться. Это их крайне удивляет. Поэтому они это воспринимают пока что как приключения, пока что как какие-то каникулы с родителями. Но еще раз хочу подчеркнуть, что я вернулась в Россию, что не вернулась, что я поехала в Россию и проголосовала вместе с своими детьми. Потому что я уверена, что для Беларуси это исторический момент. И спустя некоторое время я расскажу своим детям всю историю с самого начала. Пока ваш муж был в России, не было ли попыток со стороны Кремля встретиться с ним и поговорить? Ведь Кремль мог бы сделать ставку на Цепкало, почему нет? Ну, наверное, этот вопрос нужно задать Кремлю. Никаких попыток поговорить или встретиться с ним не было. Он находился неделю в Российской Федерации, очень активно встречался с Российскими средствами массовой информации, с зарубежными средствами массовой информации, которая аккредитована в Москве. Но, видимо, наверное, не было интереса. Трудно мне сказать. Этот вопрос нужно адресовать Кремлю. А вы бы пошли на переговоры с Кремлем? Смотря, что вы подразумеваете под переговорами с Кремлем. То есть, если Кремль встанет на сторону белорусского народа, то да, почему бы не встретиться и не поговорить. Меток и предложение также не поступают. А какие признаки того, что Кремль встал на сторону народа? Как мы об этом узнаем? Ну, прежде всего, не поддерживая действующий режим, потому что мы видим, что, во-первых, руководство Российской Федерации были в числе одни из первых, кто поздравил Лукашенко с переизбранием. Мы видим, что руководство Российской Федерации встречает вас с Лукашенко. В Сочи было подтверждение моих слов. Встреча в Сочи. Мы видим, что руководство вашей страны выделило кредит белорусской стране полтора миллиарда долларов. Пусть это небольшой кредит, если учесть, что внешний долг Беларуси составляет 20 миллиардов долларов. Но все равно эти действия подтверждают того, что все-таки поддержка есть. Но, с другой стороны, я думаю, что в силу того, что у нас в Беларуси произошла тайная инаугурация Лукашенко, которая даже не пригласила российскую сторону, и мы видим, что российская сторона до сих пор не поздравила Лукашенко с инаугурацией, у нас все-таки остается надежда, что, возможно, руководство Российской Федерации станет на сторону народа и поддержит наш выбор. А именно выбор в том, что мы хотим новые демократические выборы в нашей стране. Вероника, ваша коллега Светлана Тихановская назвала Путина мудрым руководителем. Понимаете, что господин Путин, он же мудрый политик, он мудрый руководитель. И он понимает, что у нас происходит в Беларуси. И тяжело, конечно, об этом говорить нам большинству, что такой человек взял и просто наплевал, не пишите это, наплевал, не учел мнение большинства белорусов, потому что он понимает, что Лукашенко уже не владеет ситуацией. А вы согласны с этой оценкой? Ну, мне кажется, оценку руководителя другой страны должен давать народ той страны, который руководит данный человек. Я бы не хотела отдавать оценку президенту Путина, пусть эту оценку даст российский народ. Я могу дать оценку нашего президента, я могу дать оценку той ситуации, которая происходит в нашей стране. И поэтому я бы выдержалась от оценки руководителей той или иной страны. Нам бы разобраться со своей страной. Но вы общаетесь со Светланой Тихановской. И еще, конечно, вопрос. Общаетесь ли вы через адвокатов, например, с Марией Колесниковой? С Марией Колесниковой, к сожалению, через адвокатов. Вообще с Марией крайне сложно общаться, потому что письма к ней не доходят. Вот я послала уже два письма, и насколько я знаю, что письма не доходят. Во-первых, может из-за того, что из-за границы идут письма. Но я общаюсь с ее отцом, с ее сестрой, я общаюсь с ее командой. Поэтому мы действительно очень переживаем за Марию. Мария наш герой. То, что она совершила, действительно, не у каждого человека хватит. Воли и духа такое соверши. Когда ты рвешь свой белорусский паспорт прямо на границе, тем самым срываешь план властей. Поэтому это тоже одна из наших задач. Освобождение Марии из-под стражи как можно быстрее. А также мы хотим добиться освобождения вообще, в принципе, всех политических заключенных, которых в Беларуси сейчас огромное количество. У нас тюрьмы переполнены политическими заключенными. И это, естественно, нас не устраивает. Мы хотим поменять ситуацию. Светлана Тихановская. Вы общаетесь со Светланой? Ну, конечно, да. Время от времени мы общаемся. Вот сейчас, по прошествии времени, ведь вы взлетели как три ракеты. Вы сейчас... Вы не жалеете об этом? И, может быть, вы что-нибудь сделали бы сейчас по-другому? Вот если бы меня вернуть на полтора месяца, на два месяца назад, я бы поступила бы не так, а вот так. Есть у вас какие-то сожаления? Сожалений никаких нет. Я бы, наверное, сожалела бы о том, чтобы мы не пошли в эту компанию. Это было бы действительно для меня и для моей семьи большое сожаление. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись и в рамках этой здравственной компании, и трудности, связанные вообще с бытовыми вопросами, трудностями с тем, что мы вынуждены были уехать из страны. В любом случае, я бы жалела, если бы мы не пошли в эту президентскую компанию, потому что я считаю, что каждый человек... То есть нужно всегда начинать с себя. Если ты хочешь что-то поменять в своей стране, начни с себя, покажи пример. Именно поэтому мы пошли в эту компанию. Именно поэтому, когда моего мужа сняли, не зарегистрировали в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь, у него просто 50% голосов срезал Лукашенко. Именно поэтому я поддержала Светлану Тихановскую, так же, как поддержала ее и Мария Колесникова. И поэтому у меня никаких сожалений нет. Мария Колесникова не замужем. Муж Светланы Тихановской сидит в тюрьме с мая этого года. А у вас получилось в семье два медведя в одной берлоге. Как сказалась эта компания на семейной жизни? Вообще сказалась? Ну, сплотила нас. В принципе, эта компания нас очень сплотила. Эта компания еще раз показала, что мы не просто супруги, партнеры. Мы, прежде всего, соратники с моим супругом. То есть мы в этой компании шли друг с дружком рядом. Я взяла и отпуск. Сейчас я тоже нахожусь в отпуске. Взяла еще три месяца отпуска от работы. Мы полностью занимаемся тем, что работаем с руководителями европейских стран, с парламентами, с парламентариями. Рассказываем о той ситуации, которая сложилась в Беларуси. Создаем фонды помощи, репрессированные белорусы. Поэтому, мне кажется, эта ситуация, наоборот, нас сплотила. Эта ситуация показала, что у нас есть одна единая цель. И мы делаем все для того, чтобы прийти к этой цели. Но вы по-прежнему работаете в Microsoft, да? Я работаю, да. Но сейчас я нахожусь в отпуске. Но это устраивает корпорацию? То есть все в порядке? Они понимают, с кем они имеют дело? Я в отпуске, чтобы не мешать работе с личным выбором. Потому что в данном случае это мой личный выбор. В данном случае это было мое решение. Это моя гражданская позиция. Поэтому я ввел отпуск, чтобы не мешать работе и личную жизнь. Плюс гражданскую позицию. Пока мы с вами договаривались об интервью, вы все время были заняты. И вы общались, как я понимаю, вместе с мужем, с чиновниками, дипломатами, представителями Евросоюза. И, собственно, вы ведете очень активную все-таки какую-то политическую деятельность. Можно об этом немного? То есть чего вы пытаетесь добиться? На самом деле, очень у нас продуктивные встречи случаются. Может, за это время объездили большое количество стран. Мы там были и в Дании, и в Латвии, и в Эстонии, и в Германии. Мы встречаемся с руководителями стран, с парламентарием. Мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Мы работаем над тем, что мы создаем сейчас фонды в разных странах для того, чтобы помогать репрессированным белорусам. Потому что очень многие белорусы во время этой кампании, во время этих протестных движений потеряли свою работу, потому что в Беларуси около 80% государственных учреждений. И, соответственно, если сотрудник государственного учреждения выходит на мирную демонстрацию, то автоматически, как правило, такого сотрудника увольняют, даже без предупреждения. Поэтому очень много семей потеряли доход. Много студентов, которые участвовали точно так же в мирных протестах, они были отчислены из университетов. Мы договоримся о том, чтобы страны, такие как в Польше, уже есть договаривание, в Германии мы этот вопрос поднимали, чтобы они брали наших студентов на обучение. У нас среди подписчиков очень много белорусов, что мы очень ценим. Спасибо вам большое, дорогие белорусы. Но вот вопрос. Кому обращаться людям, которые потеряли работу? Куда им идти? У нас на официальных страницах, мы у супруга на наших официальных страницах в Фейсбуке, в Инстаграме мы публикуем информацию о фонде, мы публикуем критерии предоставления этой информации. То есть, естественно, любой фонд он проходит потом проверку. Вся информация есть на официальных страницах. А это не опасно? Я просто сравниваю с Россией. Если в Россию приходят деньги из-за рубежа, то становится большой проблемой получателя. Есть вопросы. Именно поэтому мы сейчас работаем над этой проблемой. У нас на сегодняшний день большинство людей, кому мы помогли, это люди, которые выехали на территорию Украины. И это связано как раз таки с теми ограничениями, которыми есть и в законодательстве Украины. Почему мы и учреждаем фонды в разных странах, в разных государствах. Потому что мы столкнулись с тем, что очень много ограничений именно локального законодательства. И мы хотим эти ограничения как раз таки обойти путем регистрации фондов в разных странах, для того, чтобы было больше возможностей помогать белорусам. Сейчас, после инаугурации Лукашенко, хотя мирные процессы не заканчиваются, вот как вы наблюдаете, что вы видите? Поток уезжающих молодых белорусов, он увеличился? Мы, находясь сейчас в Польше, встречаем огромное количество белорусов. Каждый день мы встречаем большое количество белорусов, которые переехали из-за политической ситуации в Белоруссии. В Польше мы видели большое количество белорусов, и в Украине, и в Литве, в Прибалтике. То есть все ждут перемен с Белоруссией. И вот со многими я разговариваю, они говорят, когда у нас появятся перемены, мы, естественно, вернемся домой, потому что у всех остались родственники, у всех остались друзья, у многих людей осталась недвижимость в Белоруссии. Да, многие люди просто не могут представить свою жизнь вдали от страны, вдали от родителей. Но мне кажется, это и есть цель Лукашенко, сделать так, чтобы все уехали. И он тогда останется своим электоратом, и прекрасно ему чего. Никто не выходит, не протестует. Все, кто мог протестовать, все уехали. Это такая, в общем, известная тактика, нам в России хорошо известная. Дело в том, что Белоруссия – это не частная компания Лукашенко, он не приватизировал нашу страну, и если, уже честно говоря, нам не важно, что он хочет. В данном случае речь идет о том, что хочет белорусский народ, и белорусский народ как раз-таки его не хочет. И последние выборы этому подтверждение. Мы будем добиваться того, чтобы он ушел как можно быстрее. Но ведь это же не может продолжаться бесконечно. Лукашенко сидит, народ выходит. И это не движется дальше никуда. Это вопрос времени. У белорусов назад дороги у нас уже нет. То есть у нас произошла революция в сознаниях. То есть Беларусь четыре месяца тому назад, и Беларусь сейчас – это две разные страны, это два разных народа. То есть у нас очень многие сравнивают и говорят, что сейчас произошло впервые рождение белорусской нации. То есть то, что мы видим, что происходит в Беларуси, у нас этого никогда не было. Поэтому это просто вопрос времени. Человек не может управлять страной, где у него реальный процент поддержки всего 3%. И человек не может управлять страной, где он находится в полнейшем изоляции. То есть он не сможет не выехать ни в Украину, допустим, ни в страны Евросоюза, ни в Польшу, ни в Латвию, ни в Литву. Не надо забывать, что мы как раз-таки ограничим с тремя странами Евросоюза. Единственное требование на сегодняшний день – это избавить страну от диктатора. Так он не может уйти, ему некуда деваться. Ну как ему некуда деваться? Он может улететь в суд. Он не хочет в суд. Куда? Он не хочет в суд. Его можно понять. Он не хочет. Его можно... Он также должен понять белорусский народ, а мы его больше не хотим. Мы не хотим его. Именно поэтому мы продолжаем выходить. Каждый выходной мы продолжаем бастовать. И мы это будем делать до тех пор, пока он не уйдет. Вопрос времени. Посмотрите. Что нужно сделать, чтобы силовики перешли на сторону народа? Вы знаете, мне кажется, что, опять-таки, это тоже вопрос времени, чтобы силовики перешли на сторону народа. Важно понимать одно, что Лукашенко силовикам значительно поднял зарплаты во время президентской кампании. Значительно. То есть средняя зарплата по стране в Беларуси не больше 500 долларов в месяц. Даже меньше, чем 500 долларов в месяц. С силовым структурам Лукашенко поднял зарплату в несколько тысяч долларов. Именно поэтому эти люди отрабатывают деньги. Но мы понимаем, что среди силовых структур большинство ведь нормальные люди. У меня у самой там и члены семьи, и знакомые, и близкие, которые работают в силовых структурах. Они открыто пока что не могут говорить о том, что они не поддерживают Лукашенко. Но внутри семьи, друг с другом, большинство из них не поддерживают этот режим. Потому что у всех у них есть семьи, у всех у них есть жены, у всех у них есть близкие друзья. И поэтому все мы понимаем, что дальше так продолжаться не может, и дальше так не будет продолжаться. Поэтому это вопрос времени. И почему мы тоже просим белорусский народ, белорусов выходить на мирные демонстрации? Потому что чем дольше мы будем выходить, чем дольше будет длиться протест, тем быстрее Лукашенко останется в одиночестве. Наша задача его оставить в полном одиночестве, чтобы все видели, что король-то гол. Вероника, скажите, какой вы видите свою жизнь через 10 лет? Где и кто вы? Не знаю, не хочу загадывать так далеко. Определенно я очень хочу вернуться домой, определенно я хочу жить в Минске. Возможно, мы будем продолжать политическую карьеру совместно с моим супругом. Я даже не сомневаюсь, что мой супруг будет продолжать политическую карьеру. В данном случае я говорю только про себя. Поэтому я свою жизнь связываю исключительно с Белоруссией. Вы нашли бутылку, из нее вылетел джин и сказал, Вероника, одно желание, напиши имя президента Беларуси. Что напишешь, то и будет. Напишите. Имя следующего президента Беларуси напишет белорусский народ. Неужели вы не напишете Валерии Цепкало? Для себя бы я определенно написала бы своего мужа, потому что, и как гражданка Республики Беларусь, естественно, я поддерживала, поддерживаю и буду всегда поддерживать своего супруга, потому что я с ним живу много лет, я вижу, на что он способен, я вижу, каких результатов он добивается, взявшись за ту или иную работу. Он в Беларуси построил парк высоких технологий, он построил этот проект абсолютно с нуля, без нуля бюджетных денег, и это является сейчас самым успешным проектом в Восточной Европе. Поэтому я знаю, на что он способен, и я знаю, что если он сделает программу, то он эту программу выполнит, и Беларусь уже станет маленькой швейцарией. Я даже не сомневаюсь. Поэтому как гражданин, как просто физическое лицо, естественно, я буду поддерживать своего мужа. А что касается президента Беларуси, пусть победит сильнейший, пусть этот выбор сделает белорусский народ. Спасибо, Вероника. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь!